Приветствую вас, дорогие друзья! Да, действительно, друзья, плей-ин прошел просто великолепным образом, и я буду рад его с вами обсудить. И давайте сразу к делу поговорим как раз-таки о прошедшем плей-ине, о командах, которые не попали в заветную четверку, и самое главное, о мете. Вот что, с вашей точки зрения, самое интересное на действующем чемпионате мира, что отличает его от всех предыдущих? Ну, если сразу же забегать на мету, то, наверное, это кинетика, да, удивила, ну, мы понимаем, что сейчас девайс очень силен, и, в общем-то, все команды его активно используют, и практически не видим мы старых добрых ППшек, да, МП-40, этих МП-5, совершенно их нет, то есть это кинетика, либо двухстволка. Сейчас на упоре играют именно с дробовиками, вот это мне на самом деле бросилось в глаза. Ну, если обсуждать мету дальше, естественно, кинетика, есть еще и персонаж Лиза, который тоже начал входить в мету потихоньку, я думаю, в гранд-финале ее раскроют полностью, весь потенциал данного героя. Самое забавное, что на самом-то деле Лиза, и об этом говорил даже Скайрекс, у нас очень популярно, учитывая наш регион, но вот здесь на плейне как раз-таки не у всех эта Лиза была, и большинство команд играет без нее. Вот вопрос, да, действительно, не понимают ее силы, потому что мы-то видели, что ребята действительно много двигаются на машинах, двигаются на транспорте, но почему-то Лизу не берут. Да, действительно, такое ощущение, что просто не распробовали еще вот эту целостную мету, когда у вас должны быть и тачки, и активное перемещение по карте, и самое главное, чтобы вы не были уязвимы в этих машинах, но я думаю, что к гранд-финалу как раз-таки все это и раскрутится. А если все-таки мы затронем тему команд, которые не попали в гранд-финал, кто вас разочаровал больше всего, за кого вы потапливали, вот у них не получилось? Вообще, в целом, по моему мнению, довольно-таки такой размытый получился плей-ин, и тот же самый Скайрикс об этом говорил, что много, да, кринжа ловил, когда видел, как отыгрывают снайпера, как играют ребята, какие ошибки они допускают. Я считаю, что это, конечно же, напряжение, волнение, и вот это все связано со сценой, игрой на чемпионате мира, плей-ин, один день тебе нужно выиграть, чтобы попасть туда, в заветный гранд-финал, о котором ты все это время мечтал, весь сезон игра, и, конечно, такой груз не каждый игрок может выдержать. И мы видели, как некоторые команды по типу Fuga просто потерялись. Faga, ну, мы вообще не могли предсказать, что они так отыграют, да, эта команда очень опытная, очень крутая, и то, что с ней случилось на плей-ин, это, конечно, ужас. Действительно, эта команда являлась одним из фаворитов, и даже если вспомнить голосование среди наших зрителей, которые всегда шарят, за них проголосовало огромное число людей, но игра где-то не пошла, и под конец было видно, что ребята-то сражаются на своем уровне, и, возможно, если бы этот плей-ин проходил в другой день, они показали бы тебя с одной стороны. Вот, очень четко ты мысль подвел, которую я тоже хотел сказать, что под концовку этого плей-ина многие команды начали играть по-другому. Игнис те же самые, как заиграли, да, они начали кучу киллов настреливать по 13. Конечно, очень расстроили коллектив LGDS. Я, если честно, думал, что они 100% выйдут, потому что это реально очень агрессивная, крутая команда. В один момент они там на чистилище почти там, сколько, 13 или 14 киллов настреляли, но в итоге им чуть-чуть не хватило до топ-4. Мне кажется, вот для них этот плей-ин, наверное, самый огорчающий. Ну, опять же, меня никто не разочаровал, потому что вся четверка, которая прошла в гранд-финал, те команды, за которые я подтавливал, которые я и ждал, что пройдут. Подкрутка получается. Да, получается подкрутка, действительно, но именно Фуэго действительно удивили с неприятной стороны. Я понимал, что они не пройдут в гранд-финал, но ожидал, что хотя бы поборются за эту возможность, а здесь абсолютно ничего. Ну и давайте перейдем все-таки мы уже к основной стадии и начнем разбирать команды, которые в гранд-финал попали. Начнем с Эхо и Спортс. Эхо и Спортс. Команда, безусловно, феномен этого плей-ина. И ваше мнение мне интересно. Это удача с течения обстоятельств, выскочки, либо действительно команда, которая претендует там чуть ли не на чемпионство. Да, я вижу, уже Шелл ей что-то сказать. Давай, Шелл. Жги по Эхо и Спортс. Ты же их тренер. Ну, так да. Не, на самом деле Эхо и Спортс очень крутая команда. Во-первых, они, на мой взгляд, из очень недооцененного региона, потому что я смотрел, у ребят там есть своя мета, свое понимание игры. Очень классный индивидуальный стилл, который позволил парням взять топ-1 на первой карте этого плей-ина. А дальше включился именно план на игру, именно план на турнир, где они начали играть более пассивно, немного не в свой геймплей, для того, чтобы точно, стабильно заходить в топ-6, лутать очки и со стопроцентной вероятностью пройти в гранд-финал. Да, я с тобой согласен, для плей-ина это была идеальная тактика, то есть выхватили сразу большое количество пойнтов и потом просто играли на удержание. Но на финале такая тактика уже не сработает, потому что в финале тебе нужно не просто попасть в топ-4, тебе нужно взять первое место, стать чемпионом. И здесь уже отсиживаться до последней, там, за зоной сидеть, лутаться, такого ты сделать себе не позволишь, потому что ты будешь заходить, тебя будут просто уничтожать. То есть здесь уже нужно будет играть по-другому. И вот вопрос, есть ли у Эхо другие какие-то стратегии, тактики на финал? Или вот все, что они могут, они показали на плей-ине? Это большое-большое вопрос. Я вот сегодня, видимо, буду выступать в качестве такого плохого полицейского, который подольет немножко ложку дегтя. Хочу поговорить про Эхо и Спортс поконкретнее, а не чисто на эмоциях, что они там забирают себе 20 с лишним баллов в первой игре. Это плей-ин. Вы сами сказали, что команды не все готовы, все нервничают. Только первая карта была настолько успешна у Эхо и Спортс. Абсолютно провальная частичка, когда они отлетают, попавшие просто вот между всеми командами под перекрестный огонь. Довольно слабенькая калахарь, где они также с трудом там залетают в зону, им очень тяжело, и они прилетают на головы к соперникам, еле-еле выживая. То есть по факту вот этих небольших ошибочек, их много, и ими воспользуются в гранд-финале более опытные. Я согласен, но не точно. Все-таки не будем забывать, что Эхо и Спортс это команда, которая в своем регилоне выиграла 8 турниров подряд. Это мощно. А это о чем-то говорит, что ребята знают, как побеждать. У них есть этот чемпионский стержень, и я уверен, что характер им не позволит. Да, где-то, может, на плейне что-то не получилось, но это наоборот им в плюс. Они уже поиграли, они уже прииграны, они уже знают, где они ошибались в том же самом чистилище и калахаре, и в финале сыграют еще лучше, я уверен. Далее на очереди атакл раунд. С Трипл-Аей стали самой стабильной командой этого плейна, постоянно зарабатывая очков понемногу, но при этом также удерживаясь в топе списка. Но они, ребята, выходцы из региона Таиланда, где есть Фениксы, прошлогодние чемпионы. Сильный регион, сильные результаты. Вот, честно, они мои любимчики в плане их стиля игры. Они и не торопились, и фраги делали. Что вы думаете? Но как раз Трипл-Аей — это яркие представители такой оборонительного стиля игры. Если мы посмотрим на их пятиугольник силы, то мы видим, что, в принципе, в среднем они там даже у себя в регионе делали по 5-6 киллов. То есть эти ребята не стараются играть агрессивно, не стараются играть на киллы, играют очень аккуратно от зоны. И мы-то понимаем, что в нынешней мете это даже, наверное, гораздо эффективнее, чем суперагрессивная игра. Но Трипл-Аей, например, от Феникс в финале своего региона отстали всего лишь на 30 поинтов. И мы знаем, что Феникс — это все-таки чемпионы предыдущего чемпиата мира. И я уверен, что Трипл-Аей все равно так или иначе от них немножечко скилла за этот сезон переняли. Хотя в предыдущем чемпионате мира они заняли всего лишь 17-ю строчку, но уже сейчас они уверенно прошли финал. Ну, на самом деле, да, я считаю, что Таиланд — это сильнейший регион в рамках данного турнира. И опять же, плейм тому в подтверждение. Посмотрим, как сыграет Феникс в гранд-финале. Но сами Трипл-Аей показали очень крутую игру. И я заметил у них то, чего не хватает многим командам по типу Игнис, которые иногда летят на соперника и в итоге выходят в какую-то неприятную ситуацию. То есть файтятся, когда у них нет силы, нет преимущества. Вот Трипл-Аей четко знает, когда им нужно нападать, когда входить в зону и так далее. Плюс я отмечу Керора. Мне кажется, это один из самых сильных игроков, которого мы видели за всю стадию плейм. Да, учитывая, что он новичок, он сразу же стал MVP в своем регионе. То есть это действительно такая серьезная находка. И мы видели, как Керора очень много ситуаций спасал для Трипл-Аей в этих стыковочных матчах, да, плейнах. То есть все-таки Трипл-Аей это команда, на которой стоит обратить внимание. Но вопрос, вот как они уже будут играть с грандами, это интересно. Я просто хотел бы продолжить мысль злоба относительно того, как играют аккуратно Трипл-Аей. Если мы говорим, что фрагов не так много, допустим, как у Эхо и Спортс. Но Эхо и Спортс многие фраги делают на ранней стадии, нападая на какие-то слабые команды. Вспомните же самые Калахари, когда на них там вышли, они изо всех гор повыскакивали с разных сторон и перестреляли целый отряд. Хорошо, когда у тебя есть слабые команды. А что будет в финале, когда у тебя слабых команды? Да, так и есть. Действительно, Трипл-Аей молодцы, сильны, но в гранд-финале придется попотеть. Самые горячие в любой подборке. Бразильцы Vivo Cate, которые стартанули плейн очень неудачно, потом поднимаются, делают кучу фрагов, опять спотыкаются. И вот все у них как-то не в попад. Мне показалось, что они подошли к этой стадии абсолютно неподготовленными, не собранными и думали, что вокруг максимально слабая команда, которая получится выиграть легко. И собраться даже до конца не получилось. Мне так кажется или, возможно, у вас другое мнение? Ну, во-первых, кто не падал, тот не вставал, понятное дело, тот не поднимался. Поэтому это вообще такая бразильская страдка с каждого практически турнира, где они начинают не очень удачно и под конец выдают жару. Да, мне кажется, что Vivo Cate подошли к этому конкретно плейну, знаешь, с такой стороны, что вот мы точно пройдем, а там уже будем все свои страдки, все свои планы раскрывать. Но не пошло, встретили сопротивление. Но вообще я считаю, что Vivo очень сильная команда, исходя из их региона. Это коллектив с огромным количеством разных стратегий. А вот не считаете ли вы вообще, что бразильский регион просто переоценен по факту? Потому что, да, они круто играют, да, у них звезды, они нереальные, там у них целые коалиции ютуберов, они такие вот все звездные. Но это им и вставляет палки в колеса постоянно на турнирах. Если мы видим Vivo Cate, я согласен здесь с Зайцем, здесь была четкая недооценка соперника. То есть Vivo Cate очень-очень высокого, ну вообще бразильцы, очень высокого мнения о себе. Я думаю, что Лаут и Флюксу, они абсолютно такие же. А они считают, что, ну, они наголу сильнее. И вот в этом-то их проблема. Потому что по факту ни на предыдущем чемпионате мира, ни сейчас в плейне мы от них какого-то прям нереального перформанса не увидели. Это вообще забавно. Vivo Cate команда, которая в плейне взяла 2 топ-1, но в итоге еле вышла в финал. Они здесь как у себя дома, грубо говоря, да. И если мы посмотрим разницу в поинтах, то там они проиграли Лаутом там буквально 20 поинтов. То есть это не такая большая разница. И в целом Vivo Cate, наверное, одни из самых опытных составов. То есть это состав, который участвовал еще в первой лиге, там в лиге бразильской по Free Fire. То есть у ребят огромный путь, огромный опыт. И этот опыт им может пригодиться. Единственное, что им может помешать, это вот их чрезмерное о себе такое высокое мнение. И если они не научатся, скажем так, воспринимать своих оппонентов то, как должно, то есть что они тоже сильные, что крепкие команды, крепкие составы против них, то, конечно, это им в итоге будет не на руку. Ну и, естественно, еще хотелось бы о чем сказать. Так, сейчас я забыл, о чем хотел сказать. Ладно. Это вырежем, да? Нет, это оставим. Это самое лучшее. Забыл, что ты хотел сказать. Ты хотел, наверное, сказать, что они используют хорошую координацию, чтобы купить правильную сделку. Темная лошадка этого плей-ина. Команда из Вьетнама Ви Гейминг вроде бы и не попадала постоянно в топы, не забирала MVP, но как-то тайком смогла прокрасться и в финальные зоны, и, естественно, в заветные топ-4. Мне очень понравилось, как играли Ви Гейминг. Несмотря на то, что хайлайтов они нам и не подарили в большом количестве, и ошибки тоже были, но я за них где-то даже подтапливал. И, опять же, они показывают, что стабильно неплохой результат приносит вам победу. Да, Ви Гейминг — это команда, лично за которую я буду топить финали, это 100%. Потому что эти ребята чем-то мне напоминают, если честно, фениксов того чемпионата мира. Тоже они, как бы, такая команда, которая ниоткуда пришла, возникла. И вот никто, наверное, даже не думал, что они попадут в топ-4, за исключением Зайца, естественно, потому что он видит будущее. Но, тем не менее, ребята показали очень классную игру, стабильную. Видно, что у них практически не было какого-то нервоза в игре. То есть они не допускали каких-то критических ошибок. Они отыгрывали очень четко даже в тех ситуациях, когда на них там было сильное давление с нескольких сторон. И чтобы я еще отметил, что эта команда — это очень-очень опытная в плане именно своего состава. Состав был сформирован в 2020 году. То есть ребята вместе играют два года. Они прошли тут, не знаю, огонь, лед и медные трубы вместе, потому что в 2021-м у них практически не было вообще результатов. Они там занимали чуть ли не последние и предпоследние места в своих лигах. Но, тем не менее, вот этот состав, что они его оставили на такой долгий срок, позволил им подготовиться отлично вот к этому новому сезону. И здесь уже они, конечно, заиграли круто. Что разница между флешами, между чемпионами в их регионе всего лишь в 6 поинтов. Это очень маленькая разница. В целом они могли даже с первого места выйти. Да, ребята очень достойные. Я бы отметил, что они постоянно пытаются добивать ту или иную ситуацию. То есть мне кажется, это тот коллектив, который не потеряет лишнего игрока, не наступит там на те же грабли, постоянно вот игра в какую-то дисциплину. Это все круто, классно, но мне кажется, что в некоторых моментах где-то индивидуальные игры, где-то сыгранность, а, возможно, где-то все-таки волнение присутствует. Потому что если вспоминать вот финальные круги, чего-то не хватало. И даже вот те же VivaCate, которые играют, знаешь, вот так вот, так скажем, в своем своеобразном стиле, вот, у них все получалось намного лучше. Возможно, за счет индивидуальной игры, возможно, за счет сыгранности, я не знаю. Но при этом, когда нам показывали камеры игроков, там все сидят абсолютно спокойно и ночили. В общем, надеюсь, что к гранд-финалу они прям, знаешь, будут как ограненный алмаз. Но ответы на все эти вопросы мы найдем только 21 мая. Но самое главное, дорогие друзья, это ваше мнение. Прямо сейчас пишите в комментарии под этим видео свои предикты. Кто победит в гранд-финале? Кто займет первую строчку? До куда дойдут команды, которые мы обсуждали сегодня? И самое главное, подписывайтесь на этот канал. Потому что именно здесь 21 мая состоится финал Free Fire World Series 2022. И мы наконец-то узнаем имя чемпиона, который целый год будет царствовать во вселенной Free Fire. Увидимся в прямом эфире.